Здравствуйте. Вы знаете, у нас вот такая ситуация возникла. Мы с семьей переехали сюда 4 года назад и 2 года как приобрели здесь дом. Как что? Приобрели дом. И дом как заговоренный. Что с ним не делай, сопротивляется, все очень трудно. Чему сопротивляется? То работников не найти, то они делают все так, что приходится переделывать. Надо ремонтировать его что ли? Ну там да, дом есть дом. Это не дом сопротивляется, это просто вам трудно здесь организовать менеджмент, да? Чтобы можно было ремонт организовать правильно. Нет, это сложно объяснить. Там даже элементарно муж начинает что-то делать и все через сопротивление, все обязательно через трудности какие-то, временные ограничения, силы, ресурсы. Буквально за что ни возьмись. И у нас уже настолько напряжение. Муж уже начал употреблять алкоголь. У него опускаются руки. Я выжитая вся. Такое ощущение, что я здесь. Вроде бы все стремятся в Сочи жить, да? Там экология, море, солнце. Это из-за этого вся проблема, что все стремятся в Сочи жить. И вот из этого стремления уже здесь пошел психоз массовый. Психоз. Перенаселение. На самом деле мы сюда не стремились никогда. Нас просто вот привелась жизнь, как-то так организовалась все. Вот. И я тоже уже как выжатый лимон. Такое ощущение, что я за эти 4 года, что мы здесь, особенно 2 года, что в этом доме я как будто постарела. Вообще пустая никакая. И у нас сейчас стоит вопрос уже. Старее меня даже уже. По ощущениям, да. Уже все. Психика расшатанная. Тоже уже нервы. Стоит вопрос ребром. Возвращаться? Куда? Откуда мы приехали? А оттуда вы приехали? С Красноярска. Либо уже это наша карма. Преодолевать. Как-то договариваться. Если вы подождете еще 4 месяца, то вам станет легче. И все успокоится. Действительно был плохой период. Ну не 4 года, а где-то 3 года был плохой период, связанный с домом, личной жизнью. Он заканчивается уже. Спасибо большое. Спасибо, да. Просто мы даже обращались к Васту, к экспертам, которые сказали продавать. Ой, только не это. Продавать. Все начинаете как бы с Васту, а не там продавать. Ну уже не знаешь, куда обращаться, да, к кому. И к себе прислушивались. Все плохо. Продавать, вешаться. Все. Ну не до такой степени. Ну ладно, благодарю вас. Спасибо. Потихонечку все успокоится. Ну можно же просто взять и поменяться жильем. Этот дом сделать, отремонтировать, продать, а какой-то другой купить. Так же можно сделать? Ну так можно сделать, просто что интересно. Можно, да? У нас что там, допустим, была квартира с определенным номером, что сюда переехали, сняли в аренду? Каким номером? 69. О, это все. Ну это просто преследует нас. Это все, 69. И дом купили с таким. Это очень опасно. Я не к тому, я к тому, что можно, конечно, продать, можно снова купить, но если дело в нас. Ну просто судьба закончится плохая через три месяца. Дело же не в недвижимости, а у нас. Посмотрите, как вот, навалилась судьба. Да. Дело в ней. Но расположение дома, в нем есть сложности. Там эти сложности делают неудобства, блядя, некомфортно жить там, бомб. И это решается продажей, жилья и купить, где комфортно. С васту уже там решать, только не с такими, шизофренично такими, как бы. Есть васту просто очень жесткого стиля такого, знаете, фанатичного. Фанатичного, да, без фанатичного. Вот не надо фанатиков искать, надо искать практиков, чтобы он приспособил дом к жизни. Практика какого-то найти, чтобы он там, там, жик-жик-жик, и чтобы было комфортно. Понимаете? Да. А не то, что, а-а-а, все, продать, сжечь дом. Да, в том-то и дело. От судьбы, от своей же не убежишь, можно с кучей домов поменять. Судьба, это же периоды жизни. Вот когда-то тяжелая судьба, когда-то легче. Есть разные периоды. В этот период тяжелая судьба. Можно скорректировать пространство, допустим, вас. Вы у нас обратились, в нашем центре к вас? Нет, нет, нет. Попробуйте у нас, мне кажется, они вам помогут скорректировать пространство. Хорошо, я даже не знала, что у вас в центре есть. Спасибо. Ладно. С кем мы говорим дальше? Здравствуйте, Олег Геннадьевич. У меня два вопроса. Один про отношения с дочерью и вообще с детьми. Вообще ничего не вклеится, очень сложно общаться. Они меня не слышат. Видимо, я их не слышу. У вас там статическое напряжение. Нужно неподвижное положение тела, деревья, вода. То, что я буду говорить. Это в целом как бы все проблемы в этом мире, они связаны с судьбой. И у вас вот судьба сейчас, это всегда так было или только сейчас? Ну, сейчас прям очень-очень сильно. Ну да, сейчас идет плохой период. Он вот дает это напряжение. Оно началось у вас где-то года два назад. Закончится через полтора года. Плохой период идет. Связан с детьми именно. Вашими, да, детьми? Да, мои. Да. Вы не переносите их. Вам тяжело с ними общаться, рядом находиться. Это вот такой вид напряжения. Ну, потому что я от них вообще не вижу никакой ни отдачи, ни благодарности, ничего. Ну, потому что напряжение само по себе, между вами такая энергия, которой тоже тяжело жить. Они тоже страдают рядом с вами. Ну, вот вы говорите, это мне нужно делать, да, вот это электричество, статическое напряжение. Ну, всегда мы свою судьбу лечим. Ну, то есть они находятся в состоянии напряжения из-за вас, а вы из-за них. И так действует судьба просто. Ну, конкретно, это больше касается одного из двух ребенка, а второй просто сам по себе необщительный по природе. Да. А вот одного ребенка замкнуло. Дочку. По судьбе, да. А мальчик, наверное, он просто такой, он тихоня как бы не сильно любит разговаривать. Да, он в себе больше, всегда был такой. Ну, да, он всегда такой будет, а дочь, вот у вас плохая судьба пошла. И она закончится в какой-то момент. Сейчас идет плохой период. Спасибо. И второй вопрос. По поводу смены моей деятельности. Вот я все время учусь, учусь, и мне все страшно что-то начинать, менять, что-то делать. Хотя и запросы есть, и люди меня спрашивают. А чем занимаетесь? Я вообще занимаюсь сейчас в продажах работаю. Очень хотела от этого давно уйти. Продажами не хотите заниматься? Нет. Чем хотите заниматься? Ну, хочу консультировать людей. Сейчас вот учусь на телесной ориентированной. Все хотят консультировать. Никто не хочет продажами заниматься, все поконсультируют. Нет, сейчас мне нравится моя работа, но... Моя хорошая, вы когда будете консультировать, денег не будет вообще. Вы можете консультировать для удовольствия просто, но денег не будет. Ну, я и хочу для удовольствия, но я все равно боюсь это делать. Вот, для удовольствия консультировать, но денег там не будет. Угу. Хорошо, я поняла, спасибо. Часто люди учатся, думают, вот сейчас я выучусь, и все. А тут не факт, у всех по-разному все бывает. Поэтому работайте в продажах. И больше занимайтесь духовной практикой. Ищите счастье в отношениях с Богом, а не в работе. А работа это, ну как бы, это работа, это потребность тела. Ну, мы должны жить же. Вот некоторые люди о несчастье ищут в туалете телевизор ставят там, вот, книги целую такую как бы. Сейчас популярно в туалете там несколько книжек. Ну, засел как бы, сидишь, смотришь телевизор, читаешь книжки как бы. Испытываешь, ищешь счастье в этом и все. Но в этом нет счастья, это просто нужда. Ее справил и пошел дальше жить. Но если из этого делать целую эпопею, то потом геморрой вылазит. Потому что ты как бы решил из всего счастья сделать. Вот так же и работа тоже. Работа это просто нужда. Ну, работаешь для того, чтобы жить. Но если слишком много хочется от работы счастья, тогда начинаются уже какие-то выдумки, что-то выдумывать. Но счастье надо искать в духовной жизни, в отношениях с людьми. В добрых делах, в счастье. Иногда бывает, что работа тоже такой становится. Но это уровень развития личности уже. Надо развиться как личность. Если человек очень склонен к бескорыстной деятельности, то Бог его может наградить, что эта деятельность все равно ему будет давать средства. Но вас пока Бог так не наградил. Благодарю, Олег Геннадьевич. Ну, для себя можно делать это. Ваш вопрос. Организаторы, когда должны мне сказать, когда все соберутся, будем лекцию читать. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. У меня вопрос тоже по работе. Шесть лет назад я работала бухгалтером. Но это вам очень тяжело, потому что это не ваше... Ну, вы устаете там. Это не ваша работа. Природа не ваша. Считать вам очень сложно. Усталость, напряжение. Да, я тоже чувствовала такие ощущения. Решила поменять сферу деятельности. Пошла учиться на дизайн интерьера. Отлично. Отлично. Да, интересное, новое. Потратила много времени, много денег. Но начинать в этом оказалось очень сложно. И пришлось остаться в бухгалтерии. Ну, со временем... Чай не пил, какая сила. Чай попил, совсем ослаб. Вот. Послушайте меня внимательно. Вы не понимаете. Дело в том, что у вас прекрасно может быть дизайнер интерьера. Просто ваша деятельность должна идти в связке с человеком, который вас будет продвигать. То есть это... Ну, человек, который делает вам там сайт или еще что-то, я не знаю. То есть продвижение вашей деятельности в интернет. В связке у вас будет нормально получаться. Ну, дело в том, что после этого я решила попробовать другую сферу. Отучилась на ногтевой сервис. На кого? Попробовала себя... Ну, ногти. Маникюр, наращивание. Тоже подходит вам, да? Да, но у меня возникла аллергия, которой никогда в жизни не было. Пришлось тоже прекратить. Сейчас я занимаюсь другой деятельностью, более физической, но... Какой? Клинингом. Я понимаю, что я очень сильно устаю, и мне не хватает деятельности мозга. Надо возвращаться на дизайнер интерьера и искать человека, который вас будет продвигать как дизайнера. И тогда вместе с ним будет все успешно. Найти надо человека. Да, у меня уже метание. Я уже столько на все поучилась и уже не знаю, то ли в бухгалтерию возвращаться, то ли что-то еще искать. Спасибо. У вас муж работает? Да. Денег хватает? Нет. Может, плюнуть на все и еще родить одного ребенка? Нет. Не потяну. Нет. Хорошо. Тогда дизайн интерьера плюс найти кого-то, кто будет... Кто может продвигать продукт? Кому нравится этим заниматься? Вам? Дизайн интерьера просто, и я буду рекомендовать ее. Дизайн интерьера, да? Ну, конечно. Люди новые квартиры покупают и ремонт. У меня ничего никто не покупает. Все воркут меня. Тогда вы что, вдвоем будете там сидеть, куковать что-то? Друг с другом. Не пойдет. Ну, чувствуется, что вы такой активный человек. Олег Геннадьевич, а помимо дизайна интерьера, что-то может быть еще мне близко? Просто я сама не могу понять. Я понимаю, что вы сами не можете понять. Я вам уже сказал, дизайн интерьера. Клиник не подходит, маникюр подходит, но там аллергия. Бухгалтерия точно не подходит. Там усталость, напряжение сильное. Хочется еще поучиться где-то, что ли? Ну, в любом случае, надо будет поучиться, куда бы не идти. Нравится учиться, просто я думаю. Блин, надоело работать, надо поучиться еще где-то. Ну, в новую сферу я же не могу без знаний окунуться. Все, хватит прыгать. Дизайн интерьера, все. Или в бухгалтерии сидеть. Или искать себе человека, который будет вас продвигать. Кто еще ее может продвигать? Кто хочет ее помочь? Вы? Да? Знакомый может ей помочь. Все, идите к ней за телефоном. Хорошо, спасибо. Вы будете работать или нет, когда она вам найдет? Думаю, да. Да? Что? Думаю, да или да? Да. Все, идите за телефоном. Все, зал набран, можно начинать. Мне нужно расписание. А, все. Отлично. Так, ну, хорошо, отлично. Я рад вас всех видеть. Добрый вечер. Спасибо, что пришли на лекции. Вот, у нас сегодня, ну, прекрасная тема. Вот. Как поддерживать себя, она очень практична. Виды перенапряжения. Как вообще с этим бороться, продиагностировать, какое у тебя перенапряжение. Разобраться от чего, выбрать вид аскезы, вид деятельности, который нейтрализует плохое состояние внутреннее. Вот такая у нас сегодня беседа. Вас все устраивает, да, тема? Да. Меня девочка встретила на море. Она пришла сюда? Молодец. Да нет, она понимает, да. Все, я очень рад, спасибо вам. Итак, поехали. Значит, первое, что нужно понять, это то, что у нас есть три тела. Есть душа, то есть я душа. Как определить, что именно связано у меня с душой? Это мои хорошие качества характера. Например, у женщин нежность, красота, доброта, любовь к людям, верность. Это душевные, душевные качества, они имеют вечную природу. И у мужчин это ответственность, серьезность, решительность, смелость, рассудительность, щедрость. Это качество души. Они привлекают людей друг к другу. Люди влюбляются именно в качество души. Любовь идет от души, тоже возникает. Вот, это духовное тело. Душа, она имеет сознание. Я душа. Душа это самое главное. То есть я вечный, я душа. Я сейчас в этом теле живу, до этого жил в другом. Мы тоже можем тоже немножко это поизучать. Как определить, что у меня там, как я жил до этого, кем был и так далее. Духовное тело. Это самое главное, потому что любовь, желание жить, желание любить, желание знать. Три желания есть у человека. Желание жить, желание любить и желание знать. Они идут от души. Это, вот, спасибо большое. Все, у меня Сочи. Сейчас буду. Евгения, поставь подальше его и направленно сделай. Лучше подальше, в два раза примерно, чтобы чуть-чуть только ветерок шел, прям совсем. Вот так, ага. Нормально, да. Итак, наверное, надо выключить, я что-то буду отвлекаться. Вроде бы нормально, я себя хорошо чувствую, не душно. Все хорошо. Вот, желание души дают основу жизни. То есть, человек стремится к этим трем вещам, они идут от души. Но у нас есть еще психическое тело, в котором находится судьба. Вот все, что мы в прошлом делали плохого или хорошего, все это влияет на нашу жизнь и создает нам разные ситуации жизни. Именно судьба, именно психическое тело взаимодействует с временем. Ну, то есть, крутятся планеты, стороны света тоже влияют. Вот, допустим, человек переехал в Сочи, меняется жизнь. Ну, судьба меняется. Он жил на севере, одна судьба. Живет в Сочи, другая. На запад поехал третья судьба. На восток поехал четвертая судьба. То есть, восток углубляет психику человека. Допустим, кто живет в Сибири, там восток. То есть, люди более углубленные, более простые. Они более сосредоточены на развитии, на самопознании. У них такая жизнь более углубленная. Вот, если человек идет на запад, едет на запад, меняется судьба. Он сразу начинает больше интересоваться работой, деятельностью, образованием. Вот, люди на западе гораздо больше трудятся, больше учатся. Они более профессиональные, более образованные, более напряженные. У них хуже личная жизнь. Вот, допустим, на востоке улучшаются отношения в семье. На западе ухудшаются, тяжелее. Потому что на западе увеличивается склонность работать, развиваться. Люди на развитие настраиваются. На юге, а именно в Сочи, люди настраиваются на счастье, наслаждение, на отношения. Ну, то есть, на севере люди настраиваются на углубление в себя, на какой-то внутренний процесс. Ну, то есть, стороны света влияют очень сильно на судьбу. Также на судьбу влияет время. Вот, допустим, время меняется, бывает, приходит тяжелый период, бывает, меняется плохим. Вот у кого сейчас хороший период, поднимите руку, легко жить, хорошо. Видишь, видите, хороший, это не значит, что он вечно продлится. У кого совсем плохо, вот прям совсем жесть, это значит, что скоро будет лучше. Ну, все нормально, идем вперед. Вот, как этот, в этом мультфильме, капитан Лом говорит, все нормально, идем ко дну. Ну, то есть, примерно так. Ну, то есть, время иногда испытывает человек. У него возникают в результате влияния времени очень сильные испытания. Иногда человек не выдержит эти испытания даже. Иногда время окрыляет, дает счастье. Люди в основном хотят, чтобы все было хорошо. И это неправильный настрой, потому что обязательно когда-то будет плохо. То есть, психическое тело требует корректировки определенной. С ним надо заниматься. И следующее, физическое тело. И с ним надо заниматься тоже. Ну, то есть, духовное тело тоже с ним надо заниматься. Всеми тремя телами надо заниматься, но со всеми по-разному. И очень важно понять, как и чего. Вот именно душа сама по себе, она отпечаток дает на всю жизнь человека. Есть три энергии души. Вот сознание, вот в теле, в психике человека есть сознание. Сознание у женщины и сознание у мужчины действует по-разному. В женском теле больше энергии любви. Она хочет отношений. Она хочет нежности, ласки, внимания. Хочет гарантии, стабильности. Хочет верности. Женская психика, женская энергия. Мужская мужчина рождается, эта женщина рождается для любви. То есть, вот эта энергия души, энергия любви, она больше воплощает в женском теле и в женской психике. И поэтому женщина, видите, она более нежная внешне. И у ней более чувствительная кожа, более мягкий характер, стиль. Женщина, когда рождается, она хочет быть хорошей. Вот женщина, когда рождается, она хочет быть хорошей с самого начала. Потому что энергия любви требует того, чтобы ты был хорошим. Поэтому женщины все очень сильно беспокоятся, чтобы они хорошо думали, хорошо к ним относились. Они хотят все делать правильно, чтобы не было никаких ошибок. Они очень сильно беспокоятся, когда ошибки. В мужском теле, когда душа рождается, она стремится к знанию или к преодолению трудностей, или к победе. Это одно и то же направление. Кстати, мужчина сильно хочет, чтобы у него все получилось, чтобы он преодолел все препятствия. Чтобы он научился быть победителем, сильным, выносливым, главным, мудрым. Ну то есть в мужском теле такие устремления. То есть главные устремления, они отличаются в мужском и женском теле и влияют сильно на судьбу человека. Если человек пытается в женском теле поменять устремления свои, главное устремление, сразу у него возникают серьезные проблемы. Допустим, в женском теле главное устремление – это нежность, любовь, доброта, красота, отношения. Есть второстепенные устремления – это желание достижений каких-то, тоже есть в женском теле. Но если это желание достижений становится основной целью жизни женщины, тогда она начинает терять себя, у нее возникают сложности с характером, со здоровьем и так далее. То есть возникают трудности в жизни серьезные, она истощается, устает. Если мужчина главной целью жизни ставит любовь, отношения, а не работу над собой, то тоже он попадает в засаду, у него тоже постоянно какие-то проблемы, он страдает, несчастный и так далее. Поэтому направленность жизни должна соответствовать психофизической конституции человека. Есть женская конституция, есть мужская. Не надо путать. Это очень важно следовать своей природе. Также очень важно понять, что в каждом теле, мужском и женском, вот эти три психические энергии, энергия знания, энергия вечности или желания жить, энергия счастья, они не действуют полностью правильно и хорошо. Это связано с нашей необразованностью. То есть мы не знаем себя до конца, не понимаем, как правильно относиться к людям, как жить. Душа по природе очень бескорыстная и хочет все отдать всем. Это природа души, бескорыстие и любовь. На самопожертвование это основа вот именно души. Но мы в этом мире в основном настроены корыстно, потому что нам надо дышать, нам надо есть, нам надо спать, нам нужно жилье какое-то иметь. В результате человек свою истинную природу не понимает и действует в несоответствии с тем, не в гармонии с собой, будем так говорить. Это негармоничное действие приводит к тому, что вот эти три вида энергии сознания или энергии души, желания любви, желания счастья и желания знания, желания любви, желания вечности и желания знания, они начинают действовать неправильно. В результате этого в организме появляются сначала психофизические проблемы, а потом проблемы со здоровьем и проблемы в личной жизни, проблемы в работе. Ну то есть эти все проблемы, кажется, просто уже человек, появились проблемы в работе. Ему кажется, что это просто что-то не везет. А на самом деле есть глубокие причины, почему так происходит. И именно об этих глубоких причинах я хочу с вами сегодня поговорить. Нормально? Давайте начнем с того, что, допустим, есть три типа состояния, которые приводят к проблемам. Надо их себе распознать. Первый тип состояния я опишу. Это когда человек чувствует, что какие-то препятствия в жизни у него, он как будто стена перед ним стоит. Он чувствует страх перед будущим. Чувство страха и отчаяния являются главным чувством, которое преследует человека при этой первой проблеме. Мы говорим сейчас об энергии вечности, энергии души. Душа стремится к вечности. И когда она стремится к вечности, по судьбе в психофизическом теле, взаимодействие с энергией вечности приводит к какой-то проблеме. Вот, допустим, как правильно было бы взаимодействовать с энергией вечности? Вот по вашему мнению. Что бы вы ощущали, если правильное взаимодействие идет? Что бы вы ощущали? Вы бы ощущали, что все достижимо, что у вас нет преград, что нет никаких препятствий. Вот что бы вы захотели, то и получили. Вы бы чувствовали, что все получается в жизни. Что какие цели поставил, такие цели достиг. Понимаете? Это правильное взаимодействие с энергией вечности. Теперь вы поступаете в институт, допустим, или пытаетесь выйти замуж. Вы пытаетесь устроиться на работу, и у вас блок, 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 препятствия, препятствия, препятствия. И вас это просто вымучивает. Вы думаете, что за ерунда вообще? Как можно дальше так жить? Так? Бывает такое? Это означает, что по судьбе судьба так действует, что вы где-то там набедокурили в прошлых жизнях. И у вас судьба ставит блоки на энергию вечности. Как эти блоки действуют в психике? В психике это вызывает безволие. Чувство, что ничего не получается. Нарушается режим дня. Человеку тяжело вставать с постели, тяжело ложиться спать. Он теряет волю. Очень глубокие нарушения взаимодействия с энергией вечности приводят человека к курению. Если человек курит, это значит, что у него именно такие блоки. Он не может преодолеть препятствия в жизни, которые надо преодолевать. Понимаете? То есть курение это уже признак того, что человек сдался. Он не может ничего с собой сделать. И он начинает просто гасить вот эти ощущения, которые возникают в психике из-за влияния времени. Или вот этой силы, которая создает у нас трудности, разрушает. Эта сила называется влияние, энергия времени. Время это не то, что на часах движется, а это сила определенная, которая приходит в время и становится тяжело жить. Вот поднимите руку, у кого в жизни неожиданно возникли непреодолимые препятствия, которые вызывают чувство безысходности, что ничего не получится, все очень сложно. Ну вы как бы постоянно мне поднимаете руки, давайте кто-нибудь другой. Вот. Вот девушка, допустим, с косой, да? Ну какие у вас возникли препятствия? Когда? Да. А что за препятствия? Все, согласен с вами. Вы именно столкнулись с этой энергией. Я просто сейчас скажу вам, препятствия находятся, всего пять слоев психических, препятствия находятся на третьем. Ну, чтобы вы знали, что с ним делать потом, на будущее. Вот. И это произошло, блок этот начался три месяца назад и закончится через два с половиной месяца. Ну, чтобы тоже вы знали, но все равно это не значит, что типа два с половиной месяца я не живу, но зато потом я буду жить. Если вы не будете преодолевать это препятствие, то у вас дальше не только психические проблемы возникнут, а также физические, потому что человек, который не борется с этими трудностями, которые возникли, то есть у него есть препятствия, он не может их преодолеть, и он с этим ничего не делает, то эти препятствия, они сначала закрепляются в психическом теле в виде блоков в какой-то зоне психического тела, а потом постепенно эти блоки дают проблемы со здоровьем, проблемы с личной жизнью и проблемы с работой. Причем у каждого человека где-то в одной зоне будет больше, в другой меньше. Допустим, у одного этот блок фиксируется на здоровье, и там, допустим, 60% вот этой энергии, плохой и тяжелой блоков идет в здоровье, у другого человека они фиксируются в основном в личной жизни, и туда идут, а у третьего человека они в основном фиксируются в работу, и туда идут. Как эти блоки проявляются в здоровье, вот именно связанные с энергией вечности, когда ты чувствуешь, что у тебя ничего не получается, у тебя не хватает воли, ты суетиться начинаешь, у тебя беспокойный ум становится, ты постоянно ничего никуда не успеваешь, не можешь сосредоточиться, не можешь сконцентрироваться и так далее. Как это влияет на здоровье, вот эта энергия? На здоровье она влияет следующим образом. Тело напрягается, появляются спазмы, где-то боль, кишечники, в голове мигрени могут возникнуть, колит сердце, возникают запоры, возникают боли в суставах, боли именно. Возникает чувство, что ты мерзнешь, нарушается аппетит, то есть кушать хочется чаще, но много не съешь. Могут возникнуть нарушения работы кишечника различных, возникает скованность, человека даже может сгибать вперед, могут начаться боли в позвоночнике, боли в разных частях тела. Все, необязательно, чтобы все это вместе возникать будет, что-то одно или что-то два. Но это уже признак того, что вот эта энергия непреодолимых трудностей, которые ты не можешь преодолеть, которые мешают тебе жить, начала уже разрушать твое тело. Понимаете? Поднимите руку, кто заметил такие признаки в своем теле. Да, все правильно. Как это действует в личной жизни? В личной жизни это действует так, что ты чувствуешь, что у тебя как бы не хватает силы поговорить с близким человеком. Ты вроде бы как бы он есть, я есть, но мы с ним как-то отдалились друг от друга. Какая-то стена между нами. Словно чужими стали друг другу, и между нами белая вьюга. Дальше это проявляется в том, что просто иногда даже нет сил быть вместе. Возникают сложности с выполнением своих обязанностей. Например, тяжело готовить женщине, стирать, убирать. Ну то есть стало тяжелее, просто не хватает сил. Не то, что мне неприятно готовить. Такое тоже может быть. Или я обижаюсь там. А просто нет сил готовить, стирать, убирать, заниматься ребенком. У мужчин в личной жизни возникает, ну такое, нежелание общаться с женой. Просто хочется побыть одному. Побыть возле телевизора, посмотреть, как стреляют. Сейчас многие любят посмотреть, как стреляют. Там кто кого поубивал. Вот. Еще что-нибудь в этом роде. Ну примерно так и как бы нет желания. Жена говорит, может пройдем, пойдем с тобой погуляем в Сочи в парке. Мы же с тобой в Сочи живем, здесь так красиво. Ну давай завтра или послезавтра погуляем. А сегодня я вот что-то буду сидеть, наверное. Вот. И примерно так. Ну то есть нет сил быть вместе. Поднимите руку, у кого так вот здесь. Хорошо, отлично. Это та же самая энергия. Теперь на работе. Вот человек работал, нормально работал. А теперь он вдруг что-то чувствует, что он устает. И ему вообще на работу не хочется ходить. Вот он вспомнит работу. И думает, блин, опять найти на эту работу. Ну сколько можно? Может быть мне какую-то другую работу найти себе. Люди вот, когда они вот с этой энергией сталкиваются, у них мозги на бекрень, смотрите. То есть они не понимают, как эти энергии действуют. И вместо того, чтобы просто подождать, потому что плохой период же не действует вечно. Ну там, ну обычно там 8, 9, 10 месяцев или год там. И проходит. А дальше все опять нормально. Но человек думает, ну я не могу работать на этой работе. Наверное, это навсегда. Он в результате идет, берет, меняет работу. А там еще хуже стало. Потому что это вообще новая работа, новые люди, новый коллектив. Он думает, блин, что за ерунда, еще хуже стало. А назад уже не берут. Понимаете? То есть он начинает дергаться, делать какие-то глупые шаги, движения. И человек чувствует, что ему тяжело работать, устает на работе. Может, это старость. Особенно, когда, допустим, человеку там 55-60 лет. Он думает, ну все, наверное, я уже отработал свое. Вот. Затянулась белой тиной. Крадь старинного бруда. И все такое. Ну, то есть человек начинает депрессировать. А причина просто вот эти энергии, блоки. Причем чем старше больше возраст, тем сильнее эти блоки надо пробивать. Стараться сражаться за свою жизнь. Если, допустим, там 15 лет за свою жизнь не надо сражаться, все и так хорошо. Тело активное, счастливое. Хотя блоки тоже могут действовать. И в этом возрасте, например, тяжело учиться, заставить себя там и так далее. То, допустим, в 60 лет уже может совсем тяжело даже ходить, встать. А дышка начнется. Это вызывает повышение давления вот эти блоки. Вызывает перенапряжение в организме. Ну, нарушается сон. Сон становится прерывистым от вот этого напряжения. Я технически назвал это напряжение динамическим напряжением. Почему я назвал динамическим? Потому что оно лечится с помощью длительного движения. С помощью зарядок, различных тренировок. То есть динамической активности. Потому что есть еще статическая активность, есть еще посты на воде или на зелень. Ну, то есть, другими словами, для того, чтобы человеку преодолевать эти энергии, вот эти вот слабой воли, нужно совершать аскезы. Что такое аскезы? Это когда ты совершаешь какое-то действие, которое тебе не нравится. Оно, может быть, тебе не нравится, но оно приносит колоссальные результаты в твоей жизни. Все в твоей жизни начинает меняться, улучшаться. Ты чувствуешь, что все становится хорошо. Понятно, да? Вот представьте, кто бы мог подумать. То есть люди вот эти вот спазмы лечат ножпами всякими. Вот, допустим, у тебя спазм в желудке. Ты выпил ножпу. Что произошло? Спазм прошел, да? Но на самом деле, почему спазм в желудке? Потому что есть психические слои у каждого человека. Вот как матрешка, пять психических слоев. И каждый слой психический, там идет энергия. И эта энергия снабжает какие-то органы, чтобы там все работало. Допустим, желудок связан по счету с первой, со вторым слоем. Он отвечает за слизистые оболочки. И у тебя там блок на втором слое. Блок какой? Вот этой, который вызывает статическое напряжение. Или энергия вечности нарушает свое движение. В результате плохой судьбы. Пришла плохая судьба. И у тебя спазмы возникают в желудке. Ну, ты убрал, допустим, нож по испанам желудки. Но здесь блок-то не убрал. Ножпа не убирает блок. Это химическое вещество. На тонкую психическую энергию ножпа не действует. Как убрать блок, чтобы убрать хроническую болезнь? Вот мы подобрались к сути уже. Вот как лечить хронические болезни? Люди не знают. Они думают, что их можно лечить какими-то таблетками. Одни врачи говорят, не пей таблетки, пей лекарственные травы. Ну, хорошо, лекарственные травы действуют лучше, чем таблетки. Потому что таблетки тупо блокируют энергию. А лекарственные травы как-то влияют на психическое тело. И чуть-чуть прочищают эти блоки. Но все равно это не является таким крутым очень лечением именно психического тела. Потому что самым крутым лечением именно вот этой болезни является длительное, радостное, спокойное, непрерывное движение. Вот мы сегодня, допустим, вдоль набережной бегали радостно, спокойно. Почему-то без Даши мы бегали, я не знаю, как так получилось. Вот. Даша, наверное, была в это время медитацией и не пришла к нам в гости. Но, как бы, вообще мы как бы собрались и бегали. Погнимите руку, кто с нами бегал. Как вы чувствуете, вот у вас вот эти чувства непреодолимых препятствий меньше стало в жизни? Вот такое чувство, что у вас что-то не получается, мешает. Вот кто-то прям почувствовал, что все будет хорошо. Со мной только, а без меня нет. Ну, ничего, вы и без меня же будете теперь бегать как нужно, да? Или нет? Ну, честно, и перед кем, как бы? Ну, самое честное тогда, это под Сочи найти участок земли небольшой, дерево искать, как свечки, вот так вот учиться вот так лежать, свечкой. Готовиться к земле, вот. Настраиваться на землю. Самое честное все-таки научиться, да? Научиться длительному движению непрерывному, научиться убирать эти блоки. Всего есть пять психических слоев. Пять. Первый психический слой вот у человека. Вот мы уже с вами решили, что есть три энергии, да? Мы разобрали только одну из трех, которые разрушают человека. Только одну. И чтобы показать, как эту одну из трех энергий лечить, я сейчас вам расскажу про психические слои у человека и как они очищаются с помощью длительной ходьбы или бега. Когда ты в радостном настроении, как мы сегодня бегали, всем желали счастья на улице, здоровались со всеми, всем улыбались. Даже собачка не выдержала с нами, побежала там одна от радости. Две даже бегали, да? Вот. Первый психический слой отвечает за взаимодействие с этим миром. Он отвечает за то, как климат влияет на нас. Ну, то есть некоторые люди страдают тем, что меняется давление атмосферное, меняется температура, им сразу плохо становится. Они говорят, что плохо. То есть это первый психический слой. Он же отвечает за возможность начать работать. Вот, допустим, вот это именно динамическое напряжение, которое я сейчас вам рассказываю, оно связано с силой воли человека или стремлением к победе, чувством, что все получится, что все будет хорошо. Это называется динамическая энергия или энергия вечности, когда человек чувствует, что все будет хорошо, все будет классно, значит, и не как бы видишь цель, не вижу препятствий. Он чувствует, что все сможет добиться. Он добивается всегда. Когда есть препятствия, он их преодолевает. Значит, вот эта энергия вечности у него в теле работает хорошо, никаких спазмов у него, блоков вот этих не будет, никаких запоров, никаких варикозных расширений вен, никаких полиартритов, повышенного давления, напряжения внутреннего. Все это будет работать нормально. И он будет чувствовать себя очень хорошо. Понятно? Но если вдруг плохой период судьбы пришел, не надо унывать, надо просто пробивать эту энергию с помощью длительного движения. И когда на первом психическом цилиндре вот этот динамический блок находится, то самое неприятное заключается в том, что очень трудно себя заставить что-то делать. И вот мужчина, он правильно себя продиагностировал и правильно сказал, что именно на первом психическом цилиндре у вас находится динамический блок. И поэтому вам очень трудно себя заставлять что-то делать. То есть потом, когда у вас уже получилось, вам несложно. Сложно именно включиться, себя заставить, потому что там находятся препятствия. И когда на первом цилиндре психическом находятся препятствия, то на человека влияет климат, может плохо влиять, ему трудно себя заставить что-то делать. И он чувствует, что ему трудно сосредоточиться, сконцентрироваться, заставить себя что-то делать, включиться. Может по жизни опаздывать куда-то, потому что надо же каждый раз включаться. В общем, этот первый психический цилиндр создает такие проблемы человеку. Как решаются эти проблемы? Они решаются с помощью спокойной ходьбы на расстоянии 48 минут. За 48 минут медленной ходьбы, спокойной, человек может прочистить один психический цилиндр, как я называю, или один слой психический. Понятно? То есть если у тебя на нем на первом блок, то ты просто каждый день гуляешь по 48 минут, и весь день у тебя будет прекрасная воля, работоспособность, возможность включаться, и все проблемы будут решаться легко, потому что на психическом плане у тебя энергия работает хорошо. Ты блок этот пробиваешь. Кстати, вот эти блоки все, они не меняются в течение жизни. У кого предрасположенность, на каком слое есть, на таком и остается. Понятно, да? Второй слой, следующий, более глубокий. Это значит, добираться до него тяжелее с помощью ходьбы. Надо ходить уже не 48 минут, а в два раза больше. 48 умножить на 2, чтобы до него добраться. То уже подольше надо идти. Вот на втором слое находятся эмоции человека. Вот эмоциональный блок, в данном случае динамическое напряжение, означает, что человек эмоционально не активен. И он говорит, представляешь, такой прикол. И он говорит, да. Но и он не улыбается, потому что его не пробивает шутка. Ну то есть эмоции не включаются, потому что у него там блок. И он смотрит и думает, когда же улыбаться? Потому что он не в блок, он не может включиться. Эту тему есть даже шутки разные, там юмореские. Человек смотрит, и он не смеется. Как Райкин рассказывает другому, своему другу, говорит, ну как бы, вот студент, вот эту историю рассказывает студент, и преподаватель, что студента звали Аваз. Аваз. И преподаватель, когда спрашивает, как вас зовут, он говорит, Аваз. Но преподаватель не понимает, он говорит, меня, меня Василий Иванович, Аваз. Тот говорит, Аваз. И вот он так рассказывает другу, а тот смотрит такой, и тот ему пятый раз рассказывает, он ждет, когда он засмеется. А он не может засмеяться, потому что у него блок на втором психическом цилиндре, связанный с эмоциями, динамический блок. И для того, чтобы ему засмеяться, ему надо ходить 48 минут умножить на 2. Ходить раз в два дня, потому что каждый день уже так не надо ходить. Раз в два дня, потому что потом два дня уже держится возможность иметь нормальное здоровье. Что происходит в организме на этом втором психическом цилиндре, неважно какие блоки, там находится связь со слизистыми оболочками нашего организма. На втором психическом цилиндре находится слизистая желудка, кишечника, гортани, бронтов, трахеев, слизистые в ушах, половых органах, везде вот все слизистые оболочки находятся на втором психическом цилиндре. И куда пойдет у вас болезнь, а если это динамическое напряжение, какая там будет болезнь? Там будут спазмы. То есть слизистая начнет чесаться от спазмов, начнет сухость там появиться, подкашливание, допустим, в горле, как экзема такая вот, сухость. И это потом приводит в конечном счете, конечно, к нарушению функции, допустим, плохо всасывается пища в желудке или в кишечнике там и так далее. Это динамическое напряжение. И врачи вам говорят, попей нож по чеку, там, попей такую-то травку. И ты пьешь, и они говорят, ну, понимаешь, это уже на всю жизнь. Ты уже всегда, теперь у тебя будет сухость в желудке там или в горле. Ты будешь подкашливать, когда говоришь, потому что там сухость. Тебе надо воду через каждые пять секунд пить. Понимаете, а надо просто ходить 48 умножить на 2. И все. И через какое-то время ты пробьешь эти блоки, и нормально, у тебя не будет уже этих проблем со слизистыми оболочками. У тебя все расслабится, и будет нормально работать. Почему? Потому что ты в психическом теле пробьешь блок, и желудок тоже начнет работать. Также на втором слое находятся лимфатические сосуды, узлы у человека. Кожа тоже находится на втором слое. Кожные болезни тоже на втором слое. То есть это не слишком глубоко, лечить легко, не так сложно. Но все равно придется это делать. Даже если человек, допустим, делает зарядку, ну, тоже идет динамическое напряжение, чистится просто, это немножко, немножко не так, как при ходьбе. При ходьбе это целенаправленно, и ты прочищаешь организм легко и спокойно. Но если ты делаешь зарядку, то ее надо делать непрерывно, чтобы ты чистил организм. Вот ты, допустим, какое-то упражнение сделал, динамическое именно, динамические упражнения, наклоны всякие, приседания там и так далее. Но если ты остановился, то значит, тебе потом заново придется с первого цилиндра чистить. Вот если ты постоял 20 минут, значит, опять все заново, понимаете? То есть для того, чтобы тебе чистить глубже организм, останавливаться нельзя. То есть можно медленнее что-то делать, можно полегче какое-то упражнение взять, но останавливаться нельзя, иначе чистка не глубоко идет. И поэтому люди, которые в спортзал ходят, если они непрерывно ничего не делают, то они просто чистят первые два психических цилиндра всю жизнь, а последние треть, четвертый, пятый у них засоряются, и начинаются там серьезные проблемы, которые, несмотря на то, что они занимаются здоровым образом жизни, они не могут лечить, потому что они не знают, как это делать правильно. Ясно? Обязательно возвращаются. Но не так быстро. Вот если человек систематически пробивает, ну вот, допустим, можно этот блок сравнить со шоссейной дорогой. Там могут по бокам дороги стоять машины, и можно только в один ряд ехать, там, допустим, в четыре ряда, в один ряд только можно ехать. Ты, допустим, сходил в спортзал, почистил, ну, осталось по бокам, только машины остались, а вот в середину уже в три ряда, там два ряда уже там можно ездить, уже нормально. Если ты систематически ходишь в спортзал, то ты можешь прочистить вообще все с шоссе, и у тебя вообще чистая дорога будет. Но периодически все равно, если ты не чистишь, там одна машинка встала, вторая постепенно все это заполняется. Но все равно не так сильно. Если человек работает над собой, даже плохое время, плохая судьба приходит, она нагоняет машин каждый день, но у тебя все равно организм тренированный, и ты их быстро прочищаешь. И каждый день чистишь, и даже плохая судьба не может тебе сломать. Вот люди, допустим, приходят в период плохой, у них там инсульт, инфаркт, это все динамическое напряжение. Спазм дает инсульт. Почему так происходит? Потому что у него там и так все загрязнено, еще плохой-плохой период пришел, и вообще полный блок, дорога вообще перекрыта, транспортный коллапс, город в голоде, там и смерть. Ну, то есть, никто не может, допустим, получить продукты питания, потому что все дороги заблокированы. Все. Это уже результат неправильного образа жизни. В чем заключается здесь правильный образ жизни? А правильный образ жизни заключается в том, что если человек не ходит, длительную ходьбу не совершает, то с возрастом накапливаются вот эти блоки, уже начинает давление зашкаливать, и все. То есть ты уже не жилец, еле-еле живешь там на таблеточках. У тебя чем больше сумочка с таблетками, тем это больше значит, что ты уже искусственный образ жизни ведешь. Ты просто там затыкаешь как бы дырки. Понимаете? А надо просто принципиально решать вопрос жизни или готовиться к земле. Одно из двух, да? Три вида напряжения. Мы разбираем пока только один вид. Эти блоки снимаются ходьбой, бегом, зарядкой, всем, чем хочешь снимаются. Просто с разной скоростью. И об этом я обязательно с вами поговорю чуть позже. Но если у человека, он не может терпеть, ему надо быстрее, то это уже другой блок. Мы его будем разбирать позже. Пробивает, но не так же, потому что спина согнутая, она не двигается. Ты пробиваешь только ноги. У тебя в ногах будет все как укола. А в голове неизвестно. Но когда ты бежишь, у тебя все двигается, и все как бы хорошо, активно прочищается. А в велосипеде только ноги. И то не постоянно. Ты крутанул один раз и сидишь. Как мы когда бегали, но йога — это другое. Это же ты не двигаешься, она неподвижная уже. Мы бегали, я помню, и мимо нас проехал на самокате человек. И меня спросили, сколько цилиндров он прочистил? Я говорю, три. Но он же стоит. Я говорю, кто стоит? Человек. Я говорю, я говорю про самокат. Это самокат прочистил. Человек ничего, говорю, не прочистил. Он же ничего не делает. А самокат чистится, когда едет. Так же на велосипеде тоже. Вы на велосипеде едете, велосипеду помогаете. Он очищает. Там у него, правда, нет никакого психического тела, но что-то он очищает там. А вы ничего не очищаете, потому что вы крутанули и сидите. Плавание прочищает. Но там немножко другое. Мы об этом тоже позже поговорим. А можно я продолжу? Итак, третий психический слой отвечает за сосуды в организме, за мышцы, связки, суставы. Какие суставы? Ну, суставы локтевые, плечевые. Есть тазобедренные суставы, там суставы головы, это уже глубже. А вот такие мелкие суставы основные в организме, они на третьем слое находятся. Там же находится подхожный жир на третьем слое. И отвечает за это все психическая функция, которая называется мышление. Когда человек думает, допустим, он там думает, так, что же у него делали, бухгалтерский учет там, он сидит, думает. В основном все думают, все работают думанием сейчас. Так мало людей, кто работает, допустим, физически. В основном все думают. Поэтому какой... Они же нервничают в это время, когда думают. Чувствуют, что не получится. Вот эти ощущения, что не получится, все плохо. Я уже задолбался работой. Когда ты ждешь, когда закончится работа. В это время, когда ты ждешь, когда закончится работа, у тебя увеличивается блок. Нельзя ждать, когда закончится работа. Надо радостно продолжать работать. Или ты, допустим, встал на остановку и ждешь, притягиваешь трамвай глазами. В это время у тебя блок динамический возникает в организме, потому что ожидание трамвая это вредное для психической здоровья занятие. Или ты ждешь, когда же замуж. Это тоже динамический блок возникает. Сила воли от этого страдает. Человек чувствует, что все плохо. Он подумал, когда же замуж час. И потом так хреново стало, что вообще легла спать. И лежит, умирает. Да не знает, что делать вообще. Потому что истощилась психика от ожидания. Когда человек ждет. Понятно? И на работе тоже он думает, когда же я справлюсь с этой проблемой. Тоже в это время возникают блоки. Поэтому часто, когда человек работает, у него волевые блоки возникают или динамическое напряжение. И в результате возникают спазмы в сосудах. Мигрения. Это что такое? Это спазмы в сосудах. Боли в суставах. Боли лишней весы. Ну как бы жировая ткань копит. Но это немножко другое. Мышечные боли. Мышцы спазмируются вдоль позвоночника. Нерв защемляется. В результате поясница болит. Скованность в теле. Возникает от мышечного напряжения. Это все третий психический цилиндр. Или третий слой, как правильно вам больше нравится. Третий психический слой. Связан с мышлением, с думанием. У кого-то, может быть, по его судьбе там блок. В чем это выражается? Думать тяжело. Вот реально человек чувствует, что он не может запомнить что-то, сосредоточиться. Вот ему очень тяжело думать. Как бы он включаться очень тяжело. Тяжело учиться, запоминать что-то. Думать тяжело. Вот заставить себя даже. Волевые функции во время думания страдают сильно. Человек что-то не знает, как ему думать. Он говорит, я уже замучился думать об этом. Это волевой блок. Потому что, когда волевого блока нет, у тебя как бы все летит, мысли летят, ты не замучился думать. У тебя все, мысли летят, свистят, и все классно. Вот, например, вот в этом случае волевого блока у человека точно нет. У него там что-то другое есть, но волевого блока точно нет. У него там что-то другое есть.